сегодня у меня четвертый день марафона и на весах у меня восемьдесят один семьсот минус 500 грамм то есть в моем овсяно блинчики не так много было и сыра минус 500 за один день а а а а а а а а и а а а а а а а а а столько уже всего новогоднего а у нас вот кого тифа будет цели какой тигрулечка сидит иди какой мягенький дрозавчика пушка тигр 300 рублей охренеть и подарочки 50 рублей и наклеечку 150 рублей а и а 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 Прям как настоящий. Так, 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 вольдом, вольдом и вебись. Со мной Миша поделит себе девушка, вот почему я взяла Миша богатый буратино? Тетя, пойдем, я тебе что-то покажу. Сейчас, подожди. Ты хочешь такие мармеладки? Да. Вот. Одну банку. Одну банку? У меня вот столько рублей. Еще пять рублей надо. Прибавишь? А у меня нету, я с собой не брала кошелек. Мама добавит. Хорошо. Я возьму вот эту. Интересная форма. Прям такая маленькая, как мне нужна. Интересная. Я хочу вот такую пиалу. 55 рублей. Интересная штучка. Еще вот такая вот. Обожаю белая. Например, вот такая вот черная. Классная. 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 Ой, вот такой цвет красивый. Смотри, какая форма красивая. Маленькая такая. Блин, я себе такую хочу. У меня еще такой нету. Я не хочу. Мой салатничек какой интересный. Как яблочко. Вот это вот нормальное. 480. Нет, это это. 320. О, классно. Такой можно для коктейля. Ой, правда он легенький такой. Прикольно. Сколько он? На нем цены нет. Это емкость для специй. 1500. На нем цена нет. Вот так. Девушка, она не вот ценник. Нет. 1199. За 200 рублей. Ладно. Ладно, в следующий раз. Из косточки. Из косточки. Оливки. И из косточки. Мам, не знаю, сколько они. Все, 5 рублей. Ты такие не пробовала? Нет, ну да, это не пробовала. Наверное, возьму. А вот такой нут ты не пробовала? Нет. Ну, вообще, я много про него слышала. Но не пробовала. А еще я хочу взять, наверное, вот такую франчозу. С грибами. Так. А что оно такое? Вон оно просто кипятком заваривает, да? Нет, это просто кипятком заваривать. Я такое не хочу. Сегодня мой вес такой же, как и вчера. Жаль. Жаль, конечно. Но ничего. Доброе-доброе утро всем. Сегодня оно не такое доброе, как хотелось бы мне. На весах все тот же вес. Что-то мне так хотелось, чтобы он сегодня был немножечко поменьше. А он так же получился, как и вчера. Но ничего страшного, я не огорчаюсь. У меня еще все впереди или спереди. Не знаю, как там это все правильно сказать. Но сегодня ко мне приезжает подруга. Она была в Сочи на конференции. Приедет поделиться впечатлениями. Мы давно с ней не виделись. Мы когда-то работали вместе. Потом работали в одном коллективе. Но уже в разных местах. В общем, все реже и реже мы с ней видимся. А созваниваемся, наверное, и того реже. И у меня такое настроение выпить и поплакать. Вот прям два дня уже хожу. Не могу найти себе места. В общем, поплакать не так уж и просто, как хотелось бы. Но нужно немножечко, наверное, пригубить. У меня есть вкусное вино. Я сейчас накрою стол. Сначала, наверное, сбегаю в магазин. Приведу себя в порядок. Накрою стол. И к тому времени подруга подтянется. Так что будет о чем поговорить. Мой хозяин дома должен вроде бы как уехать. Так что нам никто мешать не будет. И тогда уже я вдоволь наревусь. И наемся вкусняшек. Я думаю, что не такой уж и грандиозный плюс будет завтра на весах. Ну, в общем, посмотрим. Так, что мы сейчас идем? Идем так быстренько. Я чищу зубы, умываюсь. Бегу в магазин. Потом навожу марафет на голове. И готовлю. И не переключаемся. Оставайтесь со мной. Мне с вами будет веселее. Так, смотри. Я уже сбегала в магазин. Тут купила. Ну, так, по мелочи набрала. Два огурчика. Вот эту штуку постоянно забываю, как ее зовут. В общем, ее, по-моему, авокадо. Нет. Как его? Сейчас скажу. Да, авокадо. Яблочки, сметанка, кусочек сыра. Я еще купила грибов. Малой поехал. Вернее, как мне сестра купила, но надо будет забрать. Вот это буду грибы начинать. Вот это бутербродик сейчас сделают с кусочком серого хлеба. Так, лимончик к чаю взяла, яйца и этот салатик. В общем, я поставила уже... У меня яйца сварились. Так, грудка у меня размораживается. Здесь будет у меня вот таких вот... Вот такие вот отбивнушечки. Тут как раз у меня два листочка. А остальное пойдет, наверное, на бутерброд. Красоту я уже навела. Ну, практически навела. Не крутилась с такой стрижкой, не крутилась на бигуди. Ну, сейчас решила попробовать, как оно вообще. Потому что, ну, как бы практически не успеваю. Мне нужен объем. В общем, времени сушить нет. Посмотрим, что оно получится. Хочу сегодня сделать прямо действительно такой не вечер. На вечер слишком поздно будет. Как бы я вечером стараюсь не нагружать свой желудок тяжелой пищей. А это все будем делать, наверное, после обеда. Где-то, может, час или в два. И чтобы времени было побольше, я просто накрутила на бигуди. Сейчас это все феном высушу быстренько. Так что мне еще надо что-то очень вкусненькое все приготовить. Накрыть на стол. Одеть себя. И у меня сегодня будет праздник. Вот хочется праздника для души. Я говорю, два дня мне хотелось поплакать. Вот, наконец-таки я добьюсь того, чего хотела. И покушаю вкусно, и поплачусь, и пообщаюсь с подругой. Не переключаемся. Сейчас будем готовить. Так, опять прямое включение. В общем, я уже все приготовила. Что у меня еще осталось? У меня остались грибочки в духовке. Сейчас они доходят. О, блин, я так волнуюсь. Как будто на свидание собираюсь. Сейчас мне осталось так. Салаты все это приготовила. Так, так, так. Сейчас я быстренько помою посуду. Накрою на стол. Приведу себя в порядочек. Сделаю прическу. Я надеюсь, у меня прическа получится. А может и не получится. Что-то меня плохо видно. Ну, наверное, где-то так. И накрываю на стол. Так, все. Так, картошку с духовки до стола. Она уже остыла. Здесь она у меня запеченная в сметане с прованскими травами. Ну, все. Сейчас я это все переложу в красивое блюдо и поставлю на стол. Стол я уже накрыла. Уже у меня все готово. Посуду перемыла, пропылесосила. Все. Теперь ждем гостей. Сделала немножко яиц, немножко бутербродиков, немножечко грибочков, салатик и картошечку запекла. Я буду вино. Подруга будет шампанское. Так, немножечко у нас вкусы на сегодня расходятся. Обычно как бы все одинаково. Но на сегодня у нас как-то не совпали наши вкусы. Сейчас я иду одеваться и покажу себя в полный рост. Я немножечко похудела. Теперь могу одеть платье. Я думаю, что я в него влезу. Сейчас я это все продемонстрирую. Вот такой вот у меня сегодня образ. Ну, правда, босиком. Но мы же не в ресторане, не в кафешке. Я влезла в свое платьюшко. Она очень радует меня. Собаки уже лают. Уже пришла подруга. Так что, я надеюсь, мы сегодня еще увидимся. Пока не прощаемся. У меня был вот такой вот бокал. Было их два. Один разбился, один остался. Из него я пью воду. Мне очень нравится. Утром я наслаждаюсь водичкой из него. И так как он у меня был один, подруга сказала, что будет пить шампанского. И сразу сказала, что у меня бокал для вина один. Она говорит, да, я буду пить шампанское. Но внезапно передумала. Привезла мне вот таких вот. Три бокальчика подарила. Сказала, говорит, мы будем с тобой пить вино. Они, конечно, немножечко отличаются. Этот такой более кругленький, выпуклый. Этот немножечко продолговатый. Ну вот, вот так вот. И мы с ней попили, посидели, поболтали. Поговорили о многом. О всем наболевшем. И она уже уехала. Я уже перемыла всю посуду, убрала. И сейчас, теперь не знаю, с какого бокальчика я сейчас буду пить водичку. Просто хочу посмотреть, кто из них больше. Ну, учитывая то, что я тут развела, они одинаковые. На улице еще не так темно. Она уехала по-светлому. Ну, там отражается. Ну, вот как бы видно, что на улице еще не так темно. Так, все, я в эфире провела подругу. Посидели мы с ней, скажем таки, неплохо. Обсудили все наболевшее. Я вообще собиралась поплакаться. Ну, ржали как лошади. Наступили на пробку вина. И, в общем, ну, как бы о наболевшем поговорили. Высказались там все, что накипело. Ну, в основном, неплохо, в общем, посидели. Нужны, в общем, такие посиделки. Диета, диета. Но нужны разгрузочные дни или загрузочные дни. В общем, я приготовила все то, что я готовлю. Ну, как бы, ну, не скажу, что в обычные дни я как-то готовлю там такие вот какие-то праздничные блюда. Ну, все блюда я старалась приготовить так, как по правилам. У меня нет майонеза. Единственное, что у меня был хлеб. Серый. Злаковый. Ну, а все остальное, как бы, я придерживаюсь нормы и не отступаю от своей диеты. Потому что знаю, что если я немножечко отступлю, дам себе слабинку, потом будет очень тяжело остановиться. Уже настолько достигну там. Мне не хочется останавливаться. Мне еще хочется дойти. Короче, я еще цель себе поставила минус 10 килограмм. Сейчас с утра было 80-700. У меня уже второй день держится такая цифра на весах. Ну, конечно, ну, можно сказать, что я огорчилась. Ну, а с другой стороны, как бы, вес все равно должен устояться. Завтра, я так думаю. Ну, короче, я подозреваю, что завтра будет плюс. Но это не критично. Наверстаем упущенное. Поставленную цель я не сбрасываю со счетов. То есть мне хочется дойти. Ну, конечно, в идеале с моим ростом я должна весить 68 килограмм. Ну, я думаю, что еще хотя бы 5. Ну, вот если, ну, как отсчитывая от 81, то, наверное, 6. Чтобы было 75. А остальное уже посмотрю по тому, как я буду себя чувствовать. И по внешнему виду я не хочу, чтобы у меня выпирали кости. Чтоб я была такая сухая и тощая. То есть, как бы, хочется все равно, чтобы немножко было, хотя бы чуть-чуть было в теле. Не хочу быть тощей в облой. На данный момент меня вес устраивает. Ну, в общем, цель поставлена. Как говорится, вижу цель, не вижу препятствий. На этом я буду заканчивать. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. И, конечно, хотелось бы, чтобы видео смотрели полностью, потому что это продвигает мой канал. А для меня сейчас, в данный момент, это очень важно. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.